Всем привет друзья с вами Илюха и сегодня мы в мире Insurgency Sunstorm и в этом ролике я вам расскажу о таком тонком виде душевных извращений как бегание с пистолетиком ну либо с револьвером в этой самой игре. Сразу скажу данный метод я не рекомендую новичкам поскольку вы просто будете страдать а вот если вы уже выучили карты знаете места многих прострелов умело скажем так фланговать и ваших оппонентов более менее стреляете тонко из большинства видов оружия то я рекомендую вам просто половить фан именно так сказать с данной экипировкой а смысл здесь состоит в том что вы из снаряжения берете просто какой-нибудь пистолетик какой вам больше по душе можно взять с собой парочку гранат можно их не брать а также по броне хотите берите ее хотите нет тут особо никакой роли это в этой игре она скажем сильно то и не роляет разве что бронжолета дает защиту от гранат от видов различного вооружения в любом случае будьте убиты через пару секунд так вот и бегаете просто с пистолетиком по карте стараясь так сказать превозмогать и нагибать но сразу скажу при неправильном использовании данной технологии вас будут убивать в подавляющем большинстве случаев а если вы будете делать скажем достаточно все грамотно и умело то можно даже половить некий фан поскольку перестреливать с из пистолетика разного рода автоматчиков это так сказать то еще особое удовольствие здесь все дело в том что для того чтобы убить вашего оппонента вам надо сделать допустим хэдшот в голову чтобы там с одной скажем пульте убить для того чтобы стреляя в корпус хоть как-то кого-то убить нужно сделать минимум два-три попадания из пистолета макара по моему если память не подводит по таблице аж целых четыре в тяжелого бронированного так скажем персонажа поэтому в любом случае при прямом столкновении лоб в лоб при равных так сказать навыках стрельбы вас всегда будут почти убивать поэтому основная тактика при использовании бега с пистолетиком это просто так сказать заход во фланги и устраивание разного рода засад в этом случае вы можете как-то более менее эффективно убивать ваших оппонентов либо если у вас хорошие реакции твердая им конечно можно и убивать лоб в лоб но пистолет это все же больше про фланговые атаки при такой технологии вы скажем так можете достаточно неплохо нагибать сразу скажу по пистолетиком я стараюсь бегать с открытым прицелом и если ситуация позволяет то допустим за спецназеров можно брать блок и делать у меня магазин аж на 31 патрон что позволит вам не думать скажем о том что перезарядиться и убивать также у нас в игре из пистолетики с более крупным калибром 45 и сепи да те же коль ты там например а которые для того чтобы убить из которых вам нужно потратить скажем на один патрон меньше но ключевой скажем недостаток у них на мой взгляд это то что магазин любом случае будет всего на 10 патронов и эффективность эффективно скажем дальность эффективно огня из пистолета это как правило не превышает 25 там тех же самых метров потому что из того же кольта 45 калибра как-то стрелял метров на 50 противника попал четыре раза он после той все еще бегал поэтому скажем учитывайте дистанцию стрельбы но в любом случае бегая с пистолетиком иногда можно ловить фан особенно если вы расстрелите ваших оппонентов сзади таки если вам нравится делать ваншоты из пистолетиков то можете попробовать пустынный орел у тех же террористов он есть пистолет хороший ваншотный но у него сильная отдача и скажем быстрым спреем из него не постреляешь а у контроль скажем у спецназеров есть револьвер который не отличается кто же какой-то мега скорострельность но тоже ваншотный между прочим об этом я сейчас вам покажу как раз второй эпизод и если допустим позиция снайпера занята была в сессии так сказать побегать и пострелять вы хотите и дистанция на карте предполагает бои на средней ближней дистанции то этот револьверчик очень является очень и очень хорошим моментом единственный нюанс у него низкая скорострельность но благодаря тому что у него достаточно неплохой оптический прицел я имею до неплохой для пистолета то кстати помо это даже единственный оптический прицел который можете поставить на пистолет в игре потому что на всех остальных есть только коллиматоры вот и воспользоваться данным прицелом вы можете неплохо убивать их сказать ваших оппонентов к тому же у него есть даже некоторые преимущества перед снайперской винтовкой дело в том что скидывается револьвер гораздо быстрее чем какой-нибудь свд мало то он еще при этом очень короткий и допустим если вы где-то прячетесь за углом и из той же свд там или с какой-то другой снайперки ствол с глушеком как правило будет торчать достаточно далеко что позволяет демаскировать что демаскирует снайпера для других стрелков а револьвер у нас очень короткий и можно запросто также устраивать засады и быть при этом невидимым поэтому если вы хотите так сказать немножко позаниматься извращениями в этой игре то милости прошу берете минимальную экипировку берете только пистолетик и бегайте как сумасшедшие стараясь всех убивать при этом не стоит забывать что вес пистолетик у нас очень небольшой и ваша скорость будет несколько выше чем у большинства ваших оппонентов вооруженных винтовками что позволит вам быстрее занимать некоторые тактические скажем позиции и делать всякого разного рода фланговые обходы основанные на использовании правильных таймингов но сразу скажу по минусам данной стратегии несмотря на то что в ролике вроде какой-то нагиб можно увидеть да в подавляющем большинстве вас будут очень часто убивать противники потому что в любом случае рано или поздно вы с кем столкнетесь в лоб а любой автомат просто вас тупо делает по скорострельности даже самый медленный пистолет пулемет и то прошвет вас гораздо быстрее чем своими пульками вы поразите ваш оппонента поэтому этот метод я рекомендую только для каких-то людей которые уже становятся неком роде задротами либо кто просто хочет половить фан в игре и кому уже надоело бегать самые стандартными всякими автоматическими винтовками таки в отношении этой тактики хотелось бы отдать всего лишь один совет это по экипировке берите как правило увеличенный магазин вещь очень хорошая из насадок на ствол ставьте компенсатор я играл с глушителем глушитель конечно вещь неплохая но он снижает убойность пули хоть и гасят вспышку да но с другой стороны так как из-за компенсатор отдачи вас ниже вы можете стрелять чуть чуть быстрее вашего оппонента что и является решающим фактором при стрельбе из пистолета но на этом мне ребятки почти все и под конец покажу вам лишь один прикол для начала давайте посмотрим его в нормальной скорости при которой ничего не понятно ну а теперь маленький разбор в замедлении давайте посмотрим покадрово что же происходило тут вот я бегу навстречу и замечаю двух оппонентов смотрите первый ближний так сказать у нас вооружен калашом сейчас от меня заметит а второй он готовится бросить коктейль молота примерно куда-то туда но в данный момент он замечает меня и решает так сказать принимает решение поменять траекторию своего броска и бросить коктейль молота в меня что привело бы так сказать мгновенные моей смерти но что же здесь произойдет с данным пареньком который в данном случае можно назвать братюни давайте глянем вот я начинаю стрелять первый выстрел попадает там куда-то в противогаз что ли он ведь и рикошетит но не наносит каких-либо смертельных повреждений братюни вот второй уже выстрел и смотрите то есть он попадает примерно пуля проходит грудную клетку 45 калибр но братюня уже будучи раненым при этом все же так сказать еще остается на ногах в данный момент уже в меня летит коктейль молотова смотрите вот она эта бутылочка зажигательной смесью братюни у нас немножечко стороне но уже будучи скажем тяжело раненым он принимает самое важное в своей жизни решение решает сдвинуться влево чтобы защитить меня от бутылки с огнесмесью смотрите сейчас вот братюня двинулся видите и прям точно защитил меня от этой бутылочки что так сказать привело к немедленной его гибели в его глазах даже можно рассмотреть некую печаль и пожелание так сказать оставайся в живых при этом он еще и дает мне возможность пострелять сквозь дым и убить его так сказать тиммейта так что вот так вот видите какие братью не винд серге бывает вот такие вот забавные моменты ребята так что я думаю надеюсь этот вариант вам понравился всем удачных каток и надеюсь что так сказать у вас будут и приколы получше винд серге чем мой но на этом все всем спасибо подписывайтесь также на мой яндекс цен и на мой рутуб ссылочки на них сделаны в описании я на них тоже перезаливаю все свои видео поэтому вы там всегда можете их посмотреть всем спасибо и пока пока